Виктор Иванович, ну что, мы с Нового года встретим, нет? Я думаю, что мы тут старые, и Нового встретим. И все остальные. И Рождество. 20 дней, чтобы все закончить. В коридорах нового хирургического корпуса Детской областной везде еще строительный мусор, пыль, но работы эти уже называют чистовыми. Здесь собирается мебель, вот, полностью. Они сейчас расставляют, мы, понятно, где-то что-то пообили, где-то что-то. Ну, это вот будет полкабинета. Потом будет сосед. На финальном этапе главная – слаженная работа подрядчиков. Тех, кто работает с бетоном и плиткой, и тех, кто придет устанавливать оборудование. Приехал поставщик для установки КТ. И нужно делать фундамент. А что вы делаете? Мы занимаемся. Приступили. Мы приступили. Мы в понедельник отдадим этот фундамент. Операционные отдают второму подрядчику вот в таком виде. И уже он делает стерильное помещение под ключ. Следом идет монтаж оборудования. Сколько они по времени будут делать? Ну, договоренно с ними вообще по графику 20 декабря. Они тут делают уже и закрывают? И закрывают все под ключ. Это чистое, да? Да, оно чистое. Серильное помещение. Серильное помещение. Она одна или сколько? Весь и так. И шестой. И шестой. И все готовы они? Вот в таком виде. Вы видите, что уже комплектуется оборудование, устанавливается мебель. Работы ведутся сейчас по 12 часов. Все такие, где мы видим просадку. Спасибо рабочему классу, что они понимают. Вариантов, что мы не успеем, этого нет. Объект сложный инженерными сетями, то, что это медицина, это и вентиляция, это и электричество. Ну, довольно сложный объект. Это не школу построить, я хочу сказать. После операционные помещения. Сюда уже зашел второй подрядчик. Профили на стенах – это его работа. Он же поставит и двери, и вторые окна, и чистовые стены, и потолок. Здесь, кстати, тоже слаженная работа двух подрядных организаций. Они будут подгонять систему очистки воздуха под чистовой потолок. У нас с ними чистая договоренность. Вот они выставили, видите, вот десятка. Только теоны опустить им под их отметку. Мы опускаем теоны под их отметку. Мы подходим, мы опускаемся. А не подходят, мы опускаемся. Так же самые щиты, все проще, это все только проверим. Операционная, после наркозной палаты – это обязательное требование. Это все должны быть чистые помещения. То есть к ним предъявляются специальные требования по чистоте воздуха и содержанию всего этого помещения. Поэтому очень сложные кондиционерные установки, очень сложные установки очистки и рециркуляции воздуха. Вот это самое главное, что оно должно соответствовать современным требованиям. И плюс новое оборудование. Здесь полноценно, каждое операционное по каждому виду хирургического отделения оснащено своим оборудованием в соответствии с сегодняшними стандартами оснащения. Сегодня на объекте работает 280 человек. График в полторы смены, без выходных. Ответственность максимальная, ведь деньги федеральные, и все контракты нужно закрывать в срок. В чем подрядчик еще раз заверил губернатора. Завершение работ до конца года. Молодцы. Все, давайте. Все, поехали. Андрей Мамошин, Сергей Дюков, Брянск. Продолжение следует...